Привет, меня зовут Юля и это мой кулинарный лайфстайл канал Сладкий Персик. Сегодня у нас будет новогодний рецепт для конкурса Битвы Шефов. Он очень простой, как и все рецепты на моем канале, зато это блюдо сможет приготовить абсолютно каждый. Для начала нашу утку нужно замариновать. Мариновать мы ее будем в апельсиновой цедре. Берем три хороших спелых апельсина, один из них режем пополам и выжимаем из него сок. Я это делаю обычно с помощью вот такой вот ручной соковыжималки. Если соковыжималки у вас нет, положите апельсин в секунд на 20 в микроволновку, тогда сок будет выжиматься намного легче. С других двух апельсинов нам нужно снять цедру. Для этого берем терку и трем апельсин на мелкой терке. Стараемся не задеть белую часть, она достаточно горькая. Нам нужна только верхняя корочка. Вот что у нас получается. Аромат просто потрясающий, уже пахнет новым годом. Теперь берем пару зубчиков чеснока. У меня чеснок был достаточно большой, поэтому я взяла один. И раздавливаем его ножом. Здесь можно воспользоваться специальным инструментом, который выдавливает чеснок, но мне кажется ножом намного быстрее. Смешиваем чеснок с нашей апельсиновой цедрой, перекладываем в небольшую тарелочку и добавляем соль. У меня морская. Хорошенько все это перемешиваем. Это будет наш маринад. Теперь берем утку, берем вилку и прокалываем вилкой уточку по всей ее поверхности, с двух сторон. Бока тоже не забываем. Это делается для того, чтобы утка хорошенько промариновалась. Вернемся к нашему апельсиновому соку. Берем силиконовую кисточку и хорошенько смаживаем утку апельсиновым соком со всех сторон. Внутри смазать тоже не забываем. Затем натираем ее маринадом из апельсиновой цедры, чеснока и соли. Также со всех сторон и также внутри. Убираем нашу утку промариноваться на 8 часов в холодильник. Катакаутке шикарно будет приготовить какой-нибудь ягодный соус. Я решила сделать брусничный. Только забыла его сфоткать в конце, поэтому я вас сразу предупреждаю. Берем замороженную бруснику, высыпаем ее в ковшик, добавляем сахар, соль и немножко сухого перца чили. Можно добавить свежий, если он у вас есть. Хорошенько перемешиваем и ставим на медленный огонь. Варим до загустения на слабом огне, периодически помешивая столовой ложкой. Время готовности зависит от желаемой густоты. Ягода должна растаять, закипеть и загустеть. Попробуйте обязательно по вкусу, возможно вы захотите добавить еще немного сахара или соли. Такой соус лучше всего процедить через сито. Просто берем глубокое блюдо, ставим сверху сито и с помощью столовой ложки так вот перетираем наш соус, чтобы он получился вкусный и однородный. Вернемся к нашей уточке. Мы будем фаршировать ее яблоками. Представим, что уже прошло 8 часов и наша утка промариновалась. Берем любые ваши любимые яблоки и нарезаем их на произвольные кусочки. Обычно серединки от яблок я оставляю на компот. И теперь просто фаршируем нашу утку яблоками. Здесь нет абсолютно ничего сложного, думаю, что все умеют это делать. На этот потрясающий запах прибежали все жители нашего дома, даже киса. Чтобы начинка из утки не вываливалась, ее можно скрепить зубочистками или прошить нитками, а можно оставить просто так. Кладем утку на противень или форму и хорошо накрываем ее фольгой. Делаем это качественно, чтобы утка под фольгой у нас тушилась и получилась мягкой и сочной. Убираем утку в разогретую духовку до 180 градусов на 1 час 20 минут. Спустя это время достаем противень, аккуратно, очень аккуратно снимаем фольгу, потому что выходит горячий пар, будьте осторожными, и поливаем утку образовавшимся соком. Это будет очень вкусно и сочно. Кстати, бульон уже потрясающий, его можно даже попить. Муж так и сделал. Снова накрываем утку фольгой и снова убираем в духовку, готовим еще 40 минут при той же температуре. Для получения красивой золотистой корочки снимите фольгу и поставьте утку под гриль или на максимальную температуру в духовку примерно на 5 минут. Вот такая замечательная утка у нас получилась. Еще классно, что к ней мы приготовили брусничный соус. На мой взгляд, они друг к другу идеально сочетаются. Уверена, что вам тоже понравится этот простой рецепт, ведь он подойдет к любому праздничному столу. Всем приятного аппетита, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Увидимся!